всем привет в сегодняшнем видео я вам покажу советскую номерную nivu которую я покупал несколько лет назад как донора для запчастей я недавно перебирал коробку с советскими моделями я искал некоторые детали и случайно наткнулся на этот мешочек я уже и забыл про эту масштабную модель что она у меня есть изначально я хотел ее пустить на запчасти но потом я подумал что может быть проще лучше ее отреставрировать добрать недостающие элементы из других моделей и тогда у меня получится еще одна niva в моей коллекции и также я вам на передний план пока что поставил новодельную niva ваз-21213 на эту машинку я уже делал видео обзор но в этом видео эта модель нам еще понадобится и на эту модель я ставил другое днище от более раннего образца который у меня зачумел здесь рабочая подвеска также поворотный передний мост и скорее всего с этой niva мне придется взять некоторые запчасти или сделать дубликаты из эпоксидной смолы временно пока я не найду советские аналоги а на этой машинке стояло уж очень сильно упрощенное днище здесь вообще нет ни поворотного моста ни пружинок и довольно простые колесики но колесики скорее всего на советскую niva я возьму или с этого варианта или если они будут сложно сниматься то придется взять вот такие пока что временно потому что на советской модели у меня колесиков нет и сейчас в моей коллекции есть пять советских niva две из них это модели номерные ранние одна желтая другая рыжая три модели у меня с черным днищем они тоже советского периода но у них уже нету номера одна из них темно-синяя вторая зеленая и третья серого цвета на эти модели тоже со временем сделаю видео обзор но давайте вам покажу как выглядит донор советской niva который я покупал на барахолке и эта модель была куплена полностью разобранной я ее не разбирал и странно почему ее предыдущий владелец разобрал на детали потому что разбирать эти модели довольно сложно также их обратно собирать сложно и странно зачем вообще было разбирать эту модель когда было проще поставить на нее недостающие детали и продать ее как единое целое вот так выглядит кузов он голубого цвета здесь скорее всего дата выпуска или 84 или 85 год это не самая ранняя niva но в 85 был очень популярен вот такой светло-голубой цвет он довольно красивый мне он тоже нравится здесь в целом кузов сохранился довольно хорошо но есть мелкие сколышки и есть два варианта как его реставрировать первый это заново перекрасить а второй это просто подобрать оттенок такого цвета и аккуратно подкрасить вот эти сколышки я думаю что второй вариант будет более правильным потому что тогда сохранится аутентичность этого автомобиля если ее полностью перекрасить то она уже не будет представлять такой большой ценности как аналог вот именно с родной краской пусть и с небольшими сколами здесь также есть небольшие пятна клея но они убираются без повреждения лакокрасочного покрытия это советский клей видимо модель клеилась еще в советское время что-то наподобие момента я на одной своей модели тоже его потом убирал здесь конечно придется повозиться но ничего сложного в этом нету здесь хорошая задняя дверца также хорошая задняя стеклышко там только вот не плотно прилегает нужно будет наверное немножко ослабить вот эти зажимы следующий элемент это деталь салона здесь тоже есть небольшие пятна клея их я потом счищу салон в целом тоже довольно нормальный ничего такого особенного здесь нету кто из вас знает какой примерно год этой нивы то напишите в комментариях потому что они отличаются мелкими нюансами например вот если рассматривать днище то у более ранних моделей отличался шрифт от более поздних образцов но здесь днище еще хромированное есть индекс а20 я предполагаю что все же эта модель где-то 84 или 85 года выпуска но днище тоже более-менее нормальное его я поставлю на родное место вот здесь только отломали один усик но он есть на рычаге я его постараюсь аккуратно демонтировать и сюда приклеить тогда это будет не так заметно и в принципе кто не знает этого не заметит следующий элемент это задний бампер из черного пластика он тоже хороший и когда вот разбирают эти модели то обычно ломают небольшие усики на заднем бампере потому что модель разбирается поэтапно вам нужно сначала вынуть один бампер потом второй бампер потом вынимается днище потом уже другие элементы так бампер задний бампер передний тоже довольно хороший видимо эту модель хотели тоже наверное или ремонтировать или чистить но разобрали потом не смогли собрать также есть поворотный механизм вот так он выглядит кстати вот интересно посмотреть как эта модель выглядит изнутри потому что повторюсь что советские нивы я ни разу не разбирал я разбирал то уже на водильные нивы и то частично не полностью так что мне тоже самому интересно посмотреть что здесь есть следующий элемент это балка переднего моста она тоже хромированная вроде бы целая нужно будет потом все это собрать также решетка радиатора со светительной техникой здесь тоже есть пятна клея но придется почистить аккуратно линзы фар у меня есть еще запасные линзы с новодельной нивой если этим мне не удастся очистить я поставлю снова отдельной сюда также здесь есть отверстие для значка значок тоже присутствует он такой микроскопический не знаю получится ли его показать но вот здесь вот он тоже есть я его потом поставлю на родное место также есть запаска она хромированная а колесиков здесь сожалению нету родных поэтому мне придется или ставить с этой временно нивы или с новодельного кузова и колеса вот с новодельного конечно похожи по дизайну но они уже просто белой краской окрашены конечно лучше бы был вариант поставить с этой нивой но я не знаю удастся ли их снять с посадочных мест потому что центральная часть она может быть приклеена к оси если она приклеена тогда я скорее всего отрывать ее не буду чтобы не поломать колесико а если она просто посажена тогда я аккуратно его отсоединю и поставлю на эту модель а сюда поставлю обратно белые колеса также есть два брызговичка они резиновые вот мне агатовская нива очень нравилась она имела хорошую детализацию это пожалуй одна из лучших моделей саратовского производства и в принципе если бы у нее была аккуратная сборка хорошая подгонка детали то она была бы по сей день очень конкурентоспособна также есть вот дворнички хромированные есть вот такой элемент он по моему крепится под мотор и сюда вставляются пружинки и по моему так снизу тогда уже вставляется передний мост ну если я ошибаюсь то поправьте здесь по моему обломан один усик нужно будет посмотреть он имеет какую-то функцию если имеет тогда я аккуратно сюда сделаю сломанный элемент наращу и тогда в принципе тоже будет нормально также есть это по моему два амортизатора на задний мост они такие микроскопические они целые также есть два рычага на одном рычаге вот как раз есть усик который был обломан на днище я потом его отсюда постараюсь выковырять и вставить сюда тогда подвеска будет опять рабочий деталей очень много главное не потерять также есть крепление для передних дверей сюда вставляется передняя дверь и этот элемент крепится к кузову тоже там есть фиксационные штырочки сами двери обломаны зеркала заднего вида это у нивы довольно частая проблема у меня к счастью на номерных нивах зеркала целые а на одной ниве темно-синего цвета пассажирское зеркало тоже сломалось и оно потерялось и замену пока что найти я ему не могу потому что эти детали они в принципе очень редкие но здесь можно менять целиком элемент сам вот эту внутреннюю обшивку и зеркало и тогда ставить новые и здесь тоже отличаются зеркала по году выпуска у более ранних они немножко другой формы чем у более поздних но я посмотрю что можно будет сделать нужно будет аккуратно демонтировать внутреннюю обшивку тогда снять этот элемент и вот поставить тоже более аккуратно стеклышки потому что здесь они стоят как-то не очень ровно но дверцы тоже в целом вполне нормальные даже без особых сколов есть капот он тоже был клеен здесь вот снизу есть пятна клея но я повторю что клей я потом аккуратно вот так соскаблю он соскабливается конечно придется повозиться но вот видите можно его аккуратно соскаблить он что-то наподобие пва он в принципе не портит лакокрасочное покрытие капот я тоже подремонтирую также есть рулевое колесо маленькое в наличии есть задние фонари две штучки и есть под них черная подложка потому что здесь фонари составные вот тоже два элемента я потом все это аккуратно соберу также есть боковые поворотники и передние поворотники они вот сделаны как одна деталь тоже левой и правой присутствуют и есть три пружинки одна пружинка здесь потеряна я купил уже с пружинками поэтому мне придется подобрать что-то похожее или с этой нивы снять две пружинки поставить на передний мост на эту машинку подобрать что-то похожее или сюда подобрать нужно будет просто посмотреть как лучше это сделать так что пружинки одной не хватает остекление тоже присутствует и присутствует два передних сиденья они резиновые тоже довольно интересные у меня есть еще один салон с той нивы которая у меня развалилась вот как раз с нее я сниму задний диван в принципе вот дивана не хватает насчет колесиков я уже говорил скорее всего я поставлю вот с этой нивы но если с нее будет их сложно снять тогда я поставлю пока что временно вот эти колесики вроде бы остальные элементы здесь на месте а кстати да забыл отсутствует вот этот элемент заднего моста также отсутствует карданный вал и отсутствует вот это по мощи тяга их тоже нужно будет или найти или сделать временно копии из эпоксидной смолы потому что вот снимать с этого днище мне не хочется потому что оно тоже в принципе комплектное и лучше его оставить на этой ниве напишите в ваш комментарий понравилась ли вам данная модель что вы думаете по поводу того чтобы я отреставрировал эту машинку потому что пускать ее на запчасти честно ну не очень хочется сначала я хотел ее пустить но сейчас подумал что наверное лучше будет ее отремонтировать и отреставрировать потому что детали в принципе я думаю найти со временем будет можно не забывайте поддержать канал лайком или дизлайком также подписаться на мой канал если вы еще не подписались не забывайте вступить в мою группу вконтакте и обязательно оставьте ваш комментарий что нужно будет сделать с этой масштабной копию до новых встреч пока увидимся в следующих видео обзорах